всем добрый вечер с вами команда мечты арман меня зовут мика хигайстер мастера томи сегодня у нас в гостях профессионал своего дела анна петрова косметолог эстет бьюзи тренер и партнер атоме тема сегодняшнего бинара осенний уход за кожей аня тебе слово спасибо большое за презентацию спасибо за то что пригласила сегодня на этот вебинар и я да я сегодня расскажу вам про осенний уход с моей точки зрения каким он должен быть и какие средства от атоме мы можем использовать для того чтобы сделать свою подборку более грамотный да и самое важное эффективный и сегодня еще будет затронута тема как раз таки ампул но это будет больше водная такая тема потому что основное я все-таки хочу разобрать во время марафона и сегодня вам просто расскажу вкратце а далее вы уже сами принято решение захотите ли вы послушать более развернутые протокола более развернутую информацию касательно этих ампул но они супер классные вот к этому выводу я однозначно пришла итак давайте начнем нашу презентацию я практикующий косметолог эстет в основном специализируюсь на без инъекционных методиках омоложения по моему мнению инъекции тоже знаете такой крайний вариант когда вам ничего не помогает и нужно что-то очень быстро сделать то чтобы привести свое лицо в порядок однако если за лицом не ухаживать а тем более ухаживать неправильно то никакие инъекции никакой ботокс не спасет рано или поздно все вот эти вмешательства дадут о себе знать и годам так пятидесяти ну у кого-то пораньше начинается кожа просто резко начинает портиться и вот здесь как раз таки все обращаются косметологу с таким образом а что произошло ну произошло следующее никто просто не хочет погружаться в ежедневную рутину ухода и соблюдать основные правила да ну мы все немножко ленивы я в том числе иногда бывает что-то пропускаю тем не менее нам это все необходимо знать и желательно знать как это делать правильно и так какие у нас основные проблемы с кожей могут возникнуть осенью ну это в первую очередь сухость практически каждый из вас может столкнуться с тем что когда начинается отопительный сезон очень сильно сушит кожу и появляется шелушение появляется раздражение появляется обезвоживание на фоне всего этого да разрушается наш эпидермальный барьер наша защита на коже и соответственно отсюда дальше проблемы только нарастают только разрушился эпидермальный барьер из-за отсутствия качественного ухода у нас сразу пойдет что раздражение либо покраснение сигнал номер два тусклый цвет лица сигнал номер три начала обостряться пигментация которая возможно за лето у вас только чуть-чуть осела на лице но тут она стала более явно выраженной потому что кожа раздражена кожа не ухожена у кожи не хватает влаги соответственно все проблемы вам сразу же выйдут на поверхность вот и особенно повышается сильная чувствительность обычно после осеннего либо либо осенне-зимнего периода можно так сказать когда ко мне приходят клиенты у всех одна единственная проблема все описывают свою кожу как супер чувствительную но вообще супер чувствительность это не тип кожи да это и состояние и состояние вызвано шагами которые были неправильно предприняты и либо не устранены в вашем уходе и в данном случае необходимо обращать внимание на вот эти вот важные моменты как сухость покраснение раздражения тусклый цвет лица пигментация но и повышенная чувствительность на ингредиенты поэтому не надо мне говорить то что вас аллергия на какие-то компоненты из атоме прежде чем разобраться с этой аллергии конечно же нужно понимать что вы делали до этого в уходе да и как вообще в целом пользуетесь средствами потому что даже самое дорогое даже самое качественное средство даже супер мега и не знаю шикарный люксовый бренд это все может дать вам аллергическую реакцию если этому предшествовала сухость неправильный уход обезвоживания отсутствие необходимого увлажнения на лице покраснение раздражения ну и так далее да вот такие вот основные моменты которые нас беспокоят осенью важно понимать что летний уход уже не подходит для осени потому что осень все таки это другая абсолютно погода это абсолютно другой температурный режим то есть вы осенью одеваете курточки вы одеваете вещи потеплее да для кожи то же самое нужно конечно не потеплее кремы в кавычках а просто более питательные более густые абсолютно другими ингредиентами которые из них содержатся для того чтобы восстанавливать ваш эпидермальный барьер укреплять его и если он был вдруг разрушен вот эти вот пробелы дал дыры закрывать вот для этого конечно нужно понимать что здесь у нас в первую очередь должны присутствовать керамиды в вашем уходе и те самые ингредиенты которые задерживают влагу на нашем лице вот ну далее конечно уже надо понимать свой тип кожи и уже чувствовать то или иное средство как он работает на вашем лице но это вообще тема отдельного вебинара потому что типа кожи это можно два-три часа об этом разговаривать те кто у меня учился знают что у нас был целый урок по типам кожи и практику где мы прям разбирали какие бывают состояния какие типы и определяли свой тип кожи но для того чтобы правильно это доносить потом в будущем как для себя так и для специалистов ну и в целом подбирать правильно себе уход потому что в 90 процентах случаев насколько из моего опыта я знаю многие просто не понимают свой тип кожи а описывают состояние прежде всего вот как раз таки вот эти вот проблемы которые вы видите на слайде это и есть то самое состояние которое возникает осенью из-за неправильного ухода либо отсутствие тех или иных ингредиентов необходимых для восстановления вашего эпидермального барьера на лице вот так я могу говорить немножко быстро если вдруг есть вопросы по терминологии вы в чат пишите я потом отвечу обязательно но все равно стараюсь как-то более-менее таким простым языком объяснять каким должен быть стандартный осенний уход все просто четыре этапа основных базовых никуда не девать но каждый этап в определенный период времени в определенные там в определенной климатической зоне он просто будет либо уменьшен либо до расширен да то есть логика работает так вот вам каркас очищения тонизация увлажнения солнцезащитный крем а далее от этого каркаса вы уже пускаете подэтапы да и вот эти вот подэтапы конечно же они будут расширяться если это осенний зимний период либо уменьшаться если мы переходим на более ну скажем летний до вариант ухода либо вы живете в климатической зоне где всегда жара и соответственно вот эта презентация она сейчас не совсем будет уместно для вашей климатической зоны вот но тем не менее отсюда вы тоже можете подчеркнуть что например есть основные четыре базовых этапа а далее эти этапы можно либо расширять мог либо можно уменьшать под этапами и так очищение очищение всем понятно я думаю не нужно объяснять да то что утром это у вас всегда должна быть пенка а вечером у нас двухэтапное очищение то есть осенью я не советую пропускать вот этот вот вечерний ритуал двухэтапного очищения потому что если это например еще из-за того что в принципе жарко мы чуть меньше наносим всяких средств на лицо то осенью из-за того что лицо шелушится из-за того что например вам хочется скрыть какие-то покраснения или раздражение начинается большое количество косметических средств декоративной косметики до появляться на вашем лице вот ну вот этот вот вариант его надо смывать обязательно двухэтапным очищением продавал этапное очищение мы еще чуть дальше поговорим вот и конечно же периодическая эксфолиация эксфолиация это у нас отшелушивание это использование пилингов это использование маски пилинга до использования каких-то возможно кислот которые именно отшелушивают верхний роговой слой вот эти вот мертвые чешуйки с вашего лица для того чтобы стимулировать регенерацию осенью мы такой вот ритуал с эксфолиацией проводим чуть чаще но в зависимости от вашего типа кожи конечно же количество раз использования пилинга должно либо увеличиваться либо уменьшаться например если мы говорим про сухую кожу один раз в неделю достаточно на максимум два раза если мы говорим про опять-таки жирный тип кожи то здесь уместно и три раза если кожа выдерживает потому что обычно жирный тип кожи достаточно плотный до плюс еще имеется дополнительное выделение себума ну и в целом как бы вот это вот все способствует тому что пилинг не так сильно раздражает лицо вот тем не менее для нормального типа тоже может быть всего лишь один раз ну как бы хватит вот здесь конечно же ориентируемся по типу кожи тонизация тонизация важный момент тонеры тоники по разум их называют кто хочет тонер кто хочет тоники здесь бы я еще добавила мисты вот это все те самые вещества те самые продукты которые нам необходимы для того чтобы простимулировать нашу кожу дать ей такой проводниковый импульс стимул для того чтобы все последующие компоненты которые вы нанесете из сыворотки из вашей эссенции либо из какого-нибудь дополнительного лосьона по уходу за кожей они проникали да проникали туда куда им надо проникнуть и туда куда они могут проникнуть вот то есть хотя бы на несколько уровней ниже нашего поверхностного слоя кожи вот про тонеры и тоники еще поговорим дальше тоже я там приготовила небольшую подборку чтобы вы увидели разницу и в принципе понимали да какие тонеры тоники можно выбрать увлажнение это вот я специально выделила здесь жирным потому что увлажнение она играет огромную роль и в данном случае на этапе увлажнения осенью мы добавляем активные сыворотки это отбеливание это пептиды это витамин c это не цинамид это все активные ингредиенты которые нам помогают добиваться того или иного результата в зависимости от вашей проблемы да то ли это пигментация то ли это морщинки то ли это какие-то раздражения на лице возможно это пост акне акне и так далее вот и четвертый этап это конечно же солнцезащитный крем но солнцезащитный крем мы его в принципе не исключаем да мы круглый год должны пользоваться единственное в осенью вы можете брать более жидкий солнцезащитный крем то есть можно перейти в сторону там солнцезащитной эссенции можно использовать там химические фильтры в принципе это уместно потому что осенью не так часто нужно обновлять солнцезащитный крем имеет место быть и один раз в день если вы офисный сотрудник и выходите уже там в пять вечера когда в принципе зимой будет темно да вот но солнцезащитный крем должен быть потому что даже в зимнее время несмотря на низкую активность солнца лучики у нас длинные волны все равно проникают под кожу они нас не жгут но они нам наносят непоправимый урон в виде различных мутаций нашего днк клеточного нашего клеточного матрикса и соответственно это все ведет к раковым заболеваниям к преждевременному старению и вообще к ухудшению состояния на вашей коже вот так очищение здесь я выделила такие основные средства которые в принципе я бы рекомендовала клиентам сюда можно и расширять очищение да то есть на курсе например мы расширенно уже изучали и линейку цика и линейку акне и только применять при разных кейсах и так далее ну здесь например стандартный кейс возьмем нормальный тип сухой тип к примеру или ну давайте нормальный сухой тип возьмем вот то есть утро это в принципе пенка эко-майлд она сойдет на утреннее очищение для нормального зубового типа лица вечернее очищение это обязательно мицеллярная вода если вы наносите макияж на зону век и на губы мы снимаем мицеллярной водой плюс гидрофильное масло обязательно да то есть обязательно нужно смыть bbccdd там всякие кремы огромная разновидность просто кушоной смыть нужно тональный крем и так далее вот но и spf в том числе и вот опять-таки пенка вот я надеюсь мой курсор видно вот это вот вечерний двухэтапный скажем этап очищения вот что здесь важно важно что вечером нельзя исключать пенку вообще то есть если вы пользуетесь мицеллярной водой пользуетесь гидрофильным маслом не бывает такого что вы взяли и исключили пенку можно исключить гидрофильное масло и использовать пенку можно исключить мицеллярную воду оставить гидрофильное масло или просто использовать потом пенку на на последнем этапе либо можно исключить опять-таки очищающую воду либо мицеллярную воду гидрофильное масло оставить только пенку но ни в коем случае нельзя убирать пенку если же вы на этом этапе оставите гидрофильные средства и при этом вы берете пенку ждите неприятностей таких как высыпания и ухудшения вообще в целом на вашем лице кому не страшно если вдруг такое произойдет и конечно случилось сухому типу абсолютно не страшно потому что в принципе у сухого типа строение пор немножко другое и это будет не так явно причинять вред но если у вас жирный тип кожи вы сразу же на второй день на третий день ощутите то что вы не смыли вот этого гидрофильное масло пенкой и у вас просто пойдут жуткие ухудшения на лице ну и конечно же потом начнете ругаться именно на гидрофильное масло хотя она в целом не причем потому что его всегда нужно смывать пенкой никак или иначе набор атоме и венгкер да то есть вот четырехступенчатый его бы я вообще порекомендовала бы использовать как вот такой многоступенчатую эксфолиацию то есть осенью можно раз раз или два раза в неделю зависимости опять-таки от типа кожи прям применить весь вот этот набор использую дип-клензер потом мыться пенкой потом нанести пилинг гель да и сделать пилов маску то есть пилинговую маску это будет такая мощная эксфолиация кстати но если вы будете использовать только пилинг гель вам может этого не хватить на осенний период на лето окей но на осенний может не хватить почему так потому что он в принципе не имеет таких прямо серьезных гранул как скраб да или там как другие скатки он более мягкий а почему он мягкий потому что здесь уже предусмотрено то что дип-клензер у вас смоет остатки себума остатки косметики остатки любых загринений на лице далее вы используете в принципе достаточно серьезную пенку она хорошо смывает у нее такие активные павы в составе да и вот эта пенка она смывает дип-клензер и уже оставляет на лице ощущение такой чистоты у кого-то немножко будет казаться что как будто бы вот совсем чисто вот прямо что до скрипа но вот если вот так вот то вы точно переводите этот набор на на эксфолиацию да то есть в дни когда вы делаете эксфолиацию с лицом вот дальше пилинг гель пилинг гель как раз таки уместен здесь он не менее интенсивная потому что здесь достаточно интенсивная пенка пилинг гель здесь выполняет роль именно того самого компонента который вам слегка раздвинет роговые частицы то есть омертвевшие клеточки на вашем лице и потом когда вы уже наносите пил офф маску да то есть саму маску пленку она вам окончательно будет снимать вот эти роговевшие мертвевшие клеточки с лица то есть все продумано степ-бай-степ тем не менее имеет место быть использовать компоненты продукты по отдельности но это тоже нужно смотреть зависимости от вашего ухода куда их скажем так воткнуть да в какой этап какой период и так далее но здесь надо как бы разбираться уже либо самим на основе тех знаний которые вы получаете либо можете как бы со специалистом поговорить вот и будет уже понятно что дальше с этим делать можно ли иметь все можно иметь все можно иметь и эко бабл пенку и очищающую воду гидрофильное масло и в принципе этот самый набор в том числе никто этого не запрещает просто использовать нужно не все сразу за один день да не все сразу в один вечер нужно разбивать грамотно поэтапно все это применять на лице с логикой и с выводами о том что вам подходит а что вам сегодня не подходит да то есть здесь например вы использовали четырехступенчатый набор сегодня и после него вы ощущаете что вам ну как бы сухо на лице ну правильно будет сухо потому что возможно жирная жирный тип кожи не почувствует того что почувствует нормальный тип кожи я почувствую потому что я прям почувствую серьезно эксфолиацию на своем лице мне будет все сушить соответственно если вы такое ощущаете на этом не надо останавливаться вы переходите к этапу тонизации наносите как можно больше слоев тоника да и к этапу увлажнения тем самым восстанавливая что делает как раз таки косметолог в своем кабинете почему такая многослойная многоступенчатая процедура у косметолога в кабинете почему такой протокол до расширены потому что чтобы восстановить лицо нужно сделать сначала определенные этапы и потом все это завершить качественным увлажнением вот такая же логика и в домашнем уходе почувствовали что-то не так восстанавливаем почувствовали что переборщили уменьшаем почувствовали что не доделали доделываем до конца вот на этапе конечно же очищение можно использовать любые пенки какие вам душе пригодны да то есть в принципе продуктовая линейка нам позволяет выбирать пенки по типу нашей кожи по нашим ощущениям ну и в целом потому как вам это нравится делать то есть и более можно щадящие средства выбирать такие как цикогель и кстати у акне эксперт тоже достаточно щадящая пенка следующий слайд тонизация тонизация это у нас второй этап базового ухода здесь как раз таки то что я сказала если вдруг пересушили очищение а осенью это очень легко сделать потому что осенью в принципе кожа она в стрессе она обезвожена на принципе в состоянии сухости бесконечного да плюс мы еще провели там какое-то серьезное очищение вы вам кажется все ой все сухо сухо на лице мне ничего не подходит нет все не так берем тонер берем и либо мист и начинаем наслаивать несколько раз вот здесь важно чтобы вы понимали что тонер вот так просто похлопать один раз зимой этого недостаточно в принципе как и летом да вот желательно тонер наслаивать два-три раза минимум это минимум южнокорианки которые очень щепетильны к своему уходу они это делают до семи раз вот имейте ввиду и в инструкции как раз таки не вот когда шерстила сайт я вот здесь немножко поправлю да простит меня сайт при использовании ватных дисков мы осенью дополнительно создаем трение как только вы начали наносить тонер на ватный диск мало того что половина средства ваш вас ватный диск просто съест никуда так еще вы начинаете этим диском активно тереть свое лицо вот чтобы не создавать трение наносим только руками тонер посмотрите зеленая галочка вот и распределяем от центра к периферии до его аккуратненько тогда мы как бы достигаем максимальной тонизации и подготавливаем свою кожу к следующему этапу на этап тонизации я вот специально вы выделила в левом нижнем углу вам то что тонер всегда у нас идет перед всеми сыворотками ампулами и прочими веществами ну которые мы будем использовать для ухода за своим лицом специально это выделено чтобы вы понимали что тонер это очень важно если тонер пропустить остальное ну просто теряет свой смысл без тонера как бы сыворотка не достигнет концентрация на лице которой необходимо ну и ампула тоже не донесет всех тех важных веществ до вашего скажем нижнего слоя эпидермиса да вот поэтому тонер обязательно должен быть перед вот этими вот остальными ступенями вашего ухода какой тонер выбрать если это жирный тип кожи то выбираем более жидкий тонер ну и вы знаете да он может различаться по вязкости то есть кто может быть хорошо знает всю линейку понимать что один тонер гораздо жиже другой тонер чуть погуще третий может быть совсем вязки как например у гидро набора эссенция которая в принципе как и тонер ну тонер эссенция тире да вот так и вашем уходе могут быть как более такие скажем жидкие тонеры так более вязки так вот кому вязки могут не зайти жирному типу кожи проблемному типу кожи да у кого высыпание в активной фазе то есть акне в активной фазе первой второй третьей степени четвертой степень там конечно уже совсем другой подход к лечению и к уходу вот вам может конечно же вот эти вот вязки тонеры не подойти но тем не менее это не всегда так да то есть если в принципе в уходе нету более таких скажем продуктов которые оставляют окклюзию на лице такое ощущение пленки то в принципе может быть тонеры подойдет но опять-таки здесь нужно разбираться в вашем уходе тем не менее в стандартной подборке подбираем все-таки более жидкие тонеры и чем жиже тем лучше этого для проблемной и для жирной кожи если же сухой нормальный тип комбинированный тип в принципе пожалуйста экспериментируйте можно взять и жидкий тонер можно взять и вязки тонер на осенне-зимний период нормальному сухому типу я всегда советую брать вязкий тонер но и иметь в принципе на полочке жидкий тоже не мешает то есть бывает такое что просто хочется несколько слоев нанести прям хорошо протонизировать вот я делаю так например я возьму совсем жидкий тонер я протонизирую несколькими слоями свое лицо потом беру одним слоем покрывая вязким тонером дальше я в принципе могу закончить все это сывороткой ну если мне так хочется да либо сывороткой плюс крем зимой конечно я никогда не опускаю этап крема но летом иногда бывает такое вот но здесь опять-таки эксперименты должны как бы исходить из ваших лишних личных ощущений вашей кожи вот всегда ориентируйтесь на то как ваша кожа реагирует на то или иное средство мой взгляд в данной подборке вот я прям выделила да абсолют он кстати жидким вот вот этот вот атоме для мужчин это очень хороший тонер у него кстати очень классный состав несколько раз его проверяла состав достаточно такой хороший активные дает достаточное количество увлажнения женщинам можно пользоваться смело да есть если я не знаю если у него отдушка мужского одеколона или нет но если ее нету то супер пожалуйста используйте в том числе потому что здесь ингредиенты такие они как бы наоборот чуть лучше проникает потому что мужчин кожа плотнее соответственно косметику создают такую чтобы эти вот эти ингредиенты они быстрее проникали через плотную плотный слой до верхней и крем-мист крем-мист и в принципе тут еще beauty water миск мгновенно красоты по-русски называется вот вот эти два места они имеют место быть в уходе тоже на постоянной основе всем советую или или выбирайте на свой вкус что нравится какая душка подходит какой больше нравится как ложится на кожу меня сейчас в уходе например плем-мист и меня вполне устраивает потому что мне нормальный тип кожи этого достаточно но если например вы испытываете прям сильное обезвоживание лучше перейдите тогда на beauty water да то есть на миск мгновенной красоты вот почему потому что я прям выделила вам состав здесь имеется глицерин глицерин очень хорошо поможет вам задержать влагу на лице керамиды керамиды это те компоненты которые входят в состав нашего природного защитного барьера вы как бы его будете восстанавливать и гидрированный лицетин лицетин это вообще чудо компонент на самом деле его можно принимать как в капсулах так и вы встретите у нас тоже в составах различных бьюти средств этот компонент у него вообще широкий спектр действия но больше он как бы влияет положительно на кожу то есть он восстанавливает те моменты которые разрушаются либо готовится к разрушению да и помогает поддерживать вот это вот все наше здоровом состоянии и видим поэтому обратите внимание на лицетин те кто хотят чуть-чуть например привести нервную систему в порядок и вам скажем так пищеварительную систему лицетин вам тоже в помощь лицетин единственное выбирайте подсолнечный так следующий этап нас увлажнение увлажнение это этап который идет сразу следом за тонером и если мы говорим про осенний период опять-таки про холодное время года то здесь расширяем этот этап максимально максимально как ваша кожа терпит скажем так то есть если вы заметили то что вы начали отекать с утра то что-то из этапов убирайте активные сыворотки активные сыворотки обязательно должны быть осенью и зимой в том числе и желательно чем они концентрированнее тем лучше то есть вы можете провести такую качественную терапию два-три месяца это будет просто потрясающе для вашей кожи вот сыворотки выбираются опять-таки согласно вашей проблеме как я уже сказала до пигментация неровный тон и так далее но с вами поговорим про сын про программу synergy здесь как раз вот эти вот все сыворотки мы их обсудим эссенция лосьон эссенция лосьон они больше направлены именно на увлажнение вот и питательный крем это керамиды пробиотики должны быть обязательно составе для чего для того чтобы как раз таки задержать все что вы нанесли удержать переработать и дать еще больше питательных компонентов ну и чтобы это конечно не испарялось вашего лица всю ночь поработала очень качественно вот и если в креме есть керамиды а у нас практически во всей продукции есть керамиды и пробиотики особенно это касается фэйм вот это еще и восстановление вашего кожного барьера то есть в зимнее время надо максимально уделять этому внимание максимально удивляем внимание керамидам и в составе чтобы обязательно были еще и пробиотики да вот кому подходят сразу вот эти набор вот прям сразу купил и подошло и неважно что купил абсолют либо фэйм но подошло все все этапы от а до я возрастной кожи сухому типу лица кому может не подойти жирная кожа жирная кожа на себя капризная потому что выделяет большое количество сальных вот этих вот продуктов да социальные железы у нас начинают работать и выделяет север и соответственно как бы жирной кожи своего всего хватает и поэтому она часто ругается что ей много но если у вас жирный тип кожи в принципе уже каждый человек понимает где ему остановиться кремом закончить либо лосьоном эссенции либо все-таки на сыворотке становиться но опять таки если все-таки вы пропускаете крем то тогда наслаиваете хотя бы другие этапы чуть побольше да уже сыворотку лосьон эссенции потому что сейчас будет холодное время года и даже жирный тип кожи будет испытывать проблемы вот она сильнее жирница вряд ли станет если только у вас какие-то прям в уходе из такие средства которые повышают секрецию с вами желез но вот если ваша жирная кожа пересохнет вот здесь начнутся серьезные проблемы потому что обезвоживание на жирном типе кожи это очень серьезно и чаще всего это очень трудно устранить вот и прибегаем к помощи конечно специалисты косметолога в данном случае потому что дома у многих просто не получается а у кого не получается это еще переходит все в постоянное состояние на лице отсюда очень много проблем всяких возникает вот и так профейм я уже сказала да что здесь у нас составе имеется и керамида и пробиотики абсолютно в принципе отличная возрастная линейка вот можете использовать особенно тем кому уже 50 45 50 плюс ее ежедневно два раза в день вот в осенне-зимний период так перейдем теперь к нашим сывороткам ну про сыворотки я на самом деле признаюсь недавно прочитала прямо так детально все и была впечатлена их состав почему потому что мы как косметологи мы профессионалы мы покупаем вот такие вот вот такие вот составы покупаем их у профессиональных производителей и вот примерно в таком же формате примерно за цену чуть в два раз больше вот как бы так поэтому я вам скажу что это большая возможность приобрести качественный продукт с хорошими составами и здесь система работает опять-таки очень продуманно да то есть вы видите каждая ампула пронумерована можно использовать как вот вот так 0 1 2 3 а можно еще просто если вам подошла например ампула 1 можете просто покупать ампула 1 и использовать ее практически круглый год вот такой вот небольшой секрет что такое ампула 0 да то есть на самой ампуле вы можете увидеть вот эту вот аббревиатуру на английском Natural Masturizing factor это называется натуральный увлажняющий фактор причем если почитать на сайте то на сайте это будет еще написано Baby Baby Natural Masturizing factor Ну, что это вообще такое? То есть это тот самый комплекс молекул, он, конечно же, в этой ампуле синтезирован, он не натуральный, то есть, ну, понимаете, да, в лаборатории сделали, его не с лица сняли, а именно в лаборатории сделали. Просто мне была клина, я спросила, как бы отсюда и туда, я говорю, нет, в лаборатории сделали. Вот. Но у нас на коже тоже имеется вот этот натурально увлажняющий фактор, который именно поддерживается комплексом молекул, вырабатываемым нашим организмом. Вот. И вот эти молекулы, весь этот комплекс, это всё лежит на роговом слое. Для чего это всё нужно? Роговой слой, те, кто у меня учился, они знают, да, что это самый поверхностный слой у нас, тот, что мы можем пощупать. Вот. Этот комплекс лежит на роговом слое для того, чтобы удерживать влагу. И вот зимой проблема в том, что у многих просто отсутствует нормальная защита здесь и отсутствует, ну, как бы в должном количестве как раз-таки вот этот натурально увлажняющий фактор. Просто, ну, не вырабатывается. Бывает такое, что люди ведут разный образ жизни, да, и мы живём в большом мегаполисе, где просто наша кожа, она не успевает адаптироваться ко всем нашим действиям. И, соответственно, бывает такое, что барьер кожи разрушается быстрее от загрязнения, от смока, от нашего образа жизни, от того, что мы едим, ну, скажем так, не всегда полезную пищу, да, в том числе у нас нарушаются какие-то обменные процессы, гормоны. И ваш уход, то есть неподходящая пенка, к примеру, всё, уход развален с самого первого этапа уже, можно сказать. Вот. И, соответственно, вот этот натуральный увлажняющий фактор очень сильно не хватает нашему лицу. Вот. Поэтому ампула ноль, она содержит базовый натуральный увлажняющий фактор, подходит всем, абсолютно всем. Сразу скажу, что это прям такая база-база, которая необходимо иметь всем на полке. Далее 1, 2, 3 – это уже на ваш выбор. Но ноль всегда, да, если вы уже решили заняться реально своим лицом и проводить какую-то интенсивную терапию, ноль у вас должен присутствовать всегда. На самом сайте в том числе это написано, если вы переведёте с корейского, я через гугл переводила, что ноль – это такая база, а остальное уже можно добавлять, смешивать, перемешивать и так далее. Но это уже будет тема вебинара на марафоне, когда я вам прямо расскажу, когда я вам готовы протоколы, что с этим можно сделать. Вот. Вторая ампула – это у нас антиоксиданты. Антиоксиданты – это наш прекрасный нецинамид и витамин С. То есть в большом концентрированном количестве находятся в этой ампуле именно те самые компоненты, которые работают на осветление и работают с пигментацией, но содержат вот эти вот антиоксиданты. Про антиоксиданты можно, конечно, очень долго разговаривать, но я вам в целом скажу, что если вы всё-таки боретесь с не очень ровным цветом лица постоянно, что у вас что-то тускло совсем на лице, вам не нравится, вам не нравится, что у вас пигментация, то да, можете брать вот эту ампулу и её использовать. Используйте её желательно утром. Как раз-таки вообще все антиоксиданты их используют утром. Вот. Подробнее мы об этом поговорим на вебинаре, на марафоне, и подробнее я расскажу, как именно эту ампулу использовать утром, да. Вот. Можно ли использовать круглый год? Да, можно, потому что витамин С, он совместим абсолютно со всеми практически компонентами в нашем уходе, вот, и поэтому вы можете пользоваться им круглый год. Секундочку, я сейчас дверь закрою. Так, прошу прощения. Вот, поэтому витамин С можно использовать круглый год, и даже летом, если у вас есть СПФ-крем. Здесь я единственное, ещё перепроверю процент витамина С, и вот с процентом витамина С мы, конечно же, уже потом на вебинаре разберёмся по детальнее. Ампула номер два. Во второй ампуле у нас пальмитол пентапептид. По-другому он ещё называется матриксилой. По-моему, торговое название. Это пептид. Это сигнальный пептид, который стимулирует восстановление структурных элементов нашей кожи. Не на поверхности, а он именно стимулирует выработку коллагена, эластина и гликозамина гликанов. Что это такое? Это вот тот самый пул, который находится в срединных слоях нашей кожи. До этого слоя очень сложно добраться. И вот как раз такие пептиды, которые попадают с верхних слоёв, когда вы их наносите, они синтезируют. То есть они дают такие сигнальные импульсы туда, для того, чтобы пора. Пора вырабатываться тебе коллаген, пора тебе тоже эластин уже взять в свои руки. Вот здесь у нас там совсем уже просила кожа, пора работать. Вот. Конечно, это будет не за один и не за два дня. Поэтому имейте в виду, что любая пептидная терапия, в том числе и терапия с витамином С, это работа нескольких недель, а желательно даже 2-3 месяца. Ну, в зависимости от того, что, конечно, у вас на лице происходит. Если там совсем всё запущено, то здесь, конечно, желательно 2-3 месяца. Если же вы просто делаете это как вот для себя и для профилактики, то, возможно, и хватит там 4-х недель. Вот. Но в целом я хочу, чтобы у вас у всех было понимание, что любой качественный продукт, он не работает сразу. Сразу работает только гормональная продукция, да. То есть если в составе кремов есть гормоны, если в составе сыворотки опять-таки гормоны, вы наутро проснётесь фарфоровой куклой, у вас будет всё идеально на лице. И так будет продолжаться постоянно, пока вы пользуетесь этим гормональным кремом либо сывороткой. А потом, а потом ужасно будет всё. А потом, когда вы уберёте этот крем из своего ухода, вы поймёте, что вам больше ничего не подходит, потому что вы привыкли к этому крему, вы от него зависимы. И как только вы его убираете, у вас сразу всё чешется, воспаляется, вообще шелушится, и вообще вам ничего больше не подходит. Вот это неправильно, абсолютно неправильно подход к уходу. Поэтому чем дольше, не то что дольше, чем качественнее средство, тем, скажем, более оно работает точечно и, соответственно, не за один день. То есть его надо накопить на лице, накопить в какой-то концентрации на вашей коже для того, чтобы вы потом собрали этот результат. Ну, я обычно говорю всем, 21 день мы пользуемся определённым средством, потом через 21 день мы смотрим результат хотя бы так, а не так, два дня и всё, что-то ничего не произошло. Почему 21-28 дней? Потому что это как бы у нас период регенерации, восстановления кожи идёт. Вот, и кожа вам может уже дать какой-то видимый результат на 28-й, либо там 21-й день, вот, либо через 7 дней вы почувствуете, подходят вам продукты или нет. Ну, как-то так, вот. Пальмитол-пентапептид – это достаточно дорогой пептид. Его сейчас широко используют в косметической продукции, и, в принципе, в профессиональной деятельности мы тоже увлекаемся тем, что берём пептиды с таким названием, матриксилы берём и стимулируем выработку коллагена, но, конечно же, у нас немножко другие, да, процедуры. Можно его как бы вводить в коктейлях определённых, мезококтейлях, можно делать биоревитализацию и так далее. Причём я вам скажу такую фишку, что вот эти ампулы я также могу, как косметолог, использовать в своём кабинете и просто взять свой профессиональный аппарат, и я вам проведу эти ампулы на нужный слой, и просто результат получите гораздо быстрее и, ну, как скажем, чуть круче, да, потому что всё это используется вместе с определённым профессиональным аппаратом. Поэтому, если у кого-то есть бустер, не игнорируйте его, он просто нереально будет здесь хорошим помощником, да, то есть он как раз-таки поможет проводить вам эти ампулы гораздо глубже, и они будут качественнее работать, и вы получите результат быстрее, чем те, у кого быстрые нету, вот, либо те, кто не ходит к косметологу. Итак, последняя ампула, номер три, четвёртый пункт на слайде, это три пептид-меди. Вкратце я его называю пептид-меди, так легче запомнить. Почему он так называется? Потому что он восстанавливает, заживляет кожу и в целом разглаживает морщинки. Может быть, если кто-то из вас слышал, когда рекламируют продукты, ну, кремы, сыворотки, пишут, эффект ботокса. Вот, если так пишут, значит, там в составе есть три пептид-меди. Либо пептид-меди, либо его ещё называют купер-три-пептид, в общем, у него много названий, но чаще всего, вот, запомните, меди, да, пептид-меди, это вот прям стандартно. Вот, здесь важно понимать, что этот пептид, он работает, ну, скажем, больше на видимые, да, такие вот результаты, он будет вам разглаживать морщинки, но не будет как ботокс. Вот, почему они будут как ботокс, потому что ботокс работает глубже, ботокс работает на мышцах, а до мышц у нас ни одно с вами косметическое средство не доберётся, кроме иглы, да, скажем, если мы её вводим только инъекционно, вот. И вот этот пептид, у него как раз-таки такая особенность, что достигая свою концентрацию, он проникает, опять-таки, на определённые слои, даёт определённые сигнальные импульсы, и у вас верхняя часть, да, вашей кожи, осязаемая, она начинает меняться, меняется качество кожи. Что это значит? То есть, если у вас есть мелкая морщинистая сетка, при регулярном использовании пептидов, вы можете заметить, что она начала потихонечку разглаживаться. Если вы добавили ещё бустер, то этот результат пойдёт в два раза быстрее, да, если пришли ко мне, то в три раза быстрее, вот. Вот. Образование шрамов уменьшается. Вот у кого постакне свежее, свежее, не такое, не запущенное, да, совсем свежее, вот буквально там недавно прыщик содрали, выдавили, остался красный такой шрамик, да, вот можно начинать работать, пептид меди использовать, вот. Вот. Воспаления, покраснения, ну, неактивные, то есть, что такое активные? Активные, это когда у вас прям аж кровят эти воспаления, это касается тех, кто, у кого акне, да, то есть, у кого акне, акне второй, третьей степени, они знают, о чём я говорю, бывает такое, что у них прям сильно узловатые воспаления такие, ну, им, конечно, немножко другая терапия нужна будет. Вот. Если это просто какие-то воспаления, покраснения, которые появились на вашем лице, пожалуйста, используйте, три пептид меди тоже хорошо восстанавливает и с этим работает, вот. Что ещё он делает? Ну, в принципе, у него очень большой размах, я вам скажу, да, но чаще всего, конечно же, все говорят эффект ботокса, он даёт такой эффект ботокса, если мы будем работать с этим пептидом на долгосрочную перспективу, два-три месяца, вот. Ну, а потом, конечно же, надо будет пересматривать опять охота, ориентироваться на время года, и вот эти ампулы просто можно переставлять местами. Ну, в целом, всю саму программу можно использовать, в принципе, круглый год, вот. Нужно ли использовать все четыре средства за раз? Если вы хотите мега интенсивную терапию, можно. Если вы хотите растянуть это всё, например, на годик, если у вас такие долгосрочные ожидания, если вы готовы к этому, да, то есть, качественно подходить к уходу своему, готовы снять качественные результаты через год, к примеру, да, то можно просто эти ампулы грамотно вклинить в ваш уход и не останавливаться. И я вам, вот честно говорю, вы просто обалдеете от того, что вы потом получите на выходе, вот. Так, я, наверное, прервусь, чуть-чуть сделаю, почитаю вопросы, да. Так. Так, приятно вас слушать, спасибо большое. Слушаю с удовольствием, спасибо большое. То есть, перерывы можно не делать? Можно, да, можно не делать перерывы. Но я просто потом детальнее расскажу, да, что вот, например, витамин С и пептиды, их нежелательно сразу смешивать. Вы можете их использовать вместе, но между ними хотя бы 15 минут должно пройти, да. Но об этом я, конечно, вот эти вот рабочие все подборки, рабочие протоколы, рабочие схемы, я их дам уже во время вебинара на марафоне. То есть, мне кажется, это будет честно. Те, кто проходят марафон, они получат такой бонус. Бонус готовых схем. Здравствуйте, как долго живет ампула после? Что такое ампула после? После вскрытия, вы имеете в виду? Если вы туда руками не лазите, если вы аккуратно пользуетесь дозатором, если вы не храните ампулу на солнце, то она у вас, в принципе, может выдержать заявленную производителем временную планку, да. То есть, если производитель сказал, что после вскрытия 6 месяцев, значит, после вскрытия 6 месяцев руками туда лазить не надо. Если вдруг она у вас испортилась, значит, что-то произошло не то, да. То есть, возможно, кто-то залез грязными руками в эту ампулу, либо у кого-то, кто, может быть, по секрету взял попользоваться вашей ампулой, на лице какая-то либо инфекция, да. То есть, в нормальном времени, скажем так, там ничего не разовьется, не появится, ну, точно. Потому что есть специальные эмульгаторы, консерванты, которые этому препятствуют. Но если же, конечно, большое количество бактерий извне попадет, если вы плохо ее закрываете, если вы храните на солнце, если у вас дома жара в 35 градусов, то да, ждите там другую жизнь. Лучше всего хранить, конечно же, косметику в прохладном темном месте. Как сузить поры? Здесь надо разбираться, какие у вас поры, да. То есть, если это генетические поры, ну, это имеется в виду строение вашей кожи, эти поры, это вот просто анатомия такая, то мы их не сузим никак. Вы можете временно как-то их приводить в порядок, и все. Если же, опять-таки, это возрастная проблема, то есть, когда пора теряет свою эластичность, и она расширяется, то здесь можно, можно провести определенные пилинги, да, серьезного характера в косметологическом кабинете, и это вам поможет, да, либо использовать более серьезные кислоты, высококонцентрированные. Но, опять-таки, если вы, как бы, очень плохо знакомы с кислотами в домашних условиях, я вообще не советую это делать, потому что можно ожог получить. Что, сколько стоит? Не поняла. Спасибо, Анна, очень полезно. Не за что. Спасибо. Вам тоже всем спасибо. Как бороться с куперозом начальным? Надо сначала мне посмотреть, что у вас вообще за купероз, да, потому что очень часто купероз путают с чем-нибудь. Вот, если это правда купероз, и вам эту степень определил специалист, то здесь просто нужно подбирать средства, которые содержат минимальное количество, скажем так, ну, некачественных ингредиентов, да, которые провоцируют, кстати, купероз, и вы можете вводить в свой уход витамин С, и можете вводить пептид меди в том числе, вот. Ну и плюс на постоянной основе можно использовать ампулу ноль. А на область шеи и декольте, как уменьшить старение, благодарю. Область шеи и декольте нужно увлажнять. Наносите все средства на лицо, наносим все то же самое на шею и декольте. Вообще вот эта вот, вот эта зона, да, лицо и декольте, это вообще одно целое, да, вы не должны, когда наносите какой-то уход, вообще игнорировать то, что у вас тут вот тоже снизу есть кожа, и она ждет этого ухода. Вот, поэтому, когда вы наносите крем на лицо, наносите его на шею в том числе. Если у вас уже, конечно, сильное нависание кожи, но здесь уже надо делать безоперационную подтяжку, либо использовать какие-нибудь лазерные методики, ну, сходите в данном случае к косметологу, вот. Либо можете написать мне, потом можно с вами проконсультироваться по этому поводу. А для профилактики, пожалуйста, массаж в том числе очень хорошо помогает. Так, от витамина С может высыпать лицо? У меня лоб весь обсыпало, но я еще принимала около витамина В в этот период, не зная, от чего бы вылезала. Если бы у вас от витамина С высыпало лицо, у вас бы все лицо высыпало, потому что, скорее всего, вы его наносили на все лицо. А если у вас только лоб обсыпало, то не факт, что это именно связано с витамином С. Вот, для того, чтобы понять точно, что произошло, вам нужно начать все с чистого лица и вводить средства потихонечку, да, то есть вспоминаем, чем вы вообще пользовались в этот период, и потом, когда вы начинаете опять возвращаться к уходу, вы вводите эти средства поэтапно. То есть 7 дней прошло новое, 7 дней прошло новое. Тогда вы точно поймете, на что вас сыпет. Вот, а так очень будет сложно. Вообще витамин С бывает такое, что дает реакцию. Но не этот витамин С. Да, но витамин С вам не даст реакцию, потому что не содержит внутри фируловой кислоты. То есть если вы на рынке видели Таймлесс, вот я вам скажу бренд, да, я ничего против бренда не имею, но, как пример, там витамин С плюс фируловая кислота. Вот фируловая кислота очень часто вызывает раздражение на лице. Вот, имейте в виду. Меня интересует именно Синерджи Ампула. После того, как смешали компоненты, сколько времени ей можно пользоваться? Только 2 недели или больше? Можете больше пользоваться. Можете пользоваться до того момента, пока вы ее всю не используете. Она хранится будет, да, как я уже объяснила до этого, что просто правильно ее храните, и выдерживаете температурный режим, все будет нормально. То есть нет такого, что прямо она должна испортиться. Нет, если бы так было бы, скорее всего, они бы раньше портились. Когда начнется марафон, и как попасть на него, могут все участвовать? Я думаю, что участвовать могут все, а попасть на марафон можете через МИКу, либо через ваших спонсоров, да, скорее всего. Так, ну, если вопросов больше нет, продолжаем. Последний этап, вот у нас защита от солнца. Защита от солнца, как я уже сказала, круглый год, ежеднев. В холодный период можно, конечно, не так часто обновлять защиту от солнца, но тем не менее. Что можно использовать? В принципе, вот все, что я показала, можете использовать, можете отказаться на холодный период от стиков, потому что стики достаточно серьезная защита, да, то есть их больше в летний период используем. Но тем не менее я стик использую на руки. Вот здесь пигментация, это просто бич какой-то нашего времени. Практически у каждого второго возникают здесь пигментные пятна, потому что руки водителей, в том числе, на солнце. Руки у нас практически всегда не защищены. Соответственно, сюда можно наносить стик, просто это очень удобно, правда. Крем пока выдавишь, размажешь, там вот этот стик сразу покрыл вам всю зону необходимую, и все. Мамочкам в декрете, у которых руки тоже постоянно снаружи, в том числе, да, я советую, то коляску возит, и так с детьми гуляет, обрабатывайте вот эту зону солнцезащитным кремом, потому что потом, не сейчас, но потом вы обязательно столкнетесь с такой проблемой, как пигментация. Многие это называют старческие пятна, да, это очень сильно старит наши ручки и добавляет нам возраст. Вот. Для того, чтобы такого не происходило, солнцезащитный крем надо наносить на вот эту вот сторону наших рук, в том числе. Так, с лицом. Я лично пользуюсь самым первым, вот обычным бесцветным санскрином, то есть мне, в принципе, он устраивает, и я им планирую пользоваться так и далее, ну, как бы круглый год. Вот. Плюс я еще даю в подарок своим клиентам, которые покупают процедуры плазменного омоложения, то есть у меня там обязательно условия того, что солнцезащитный крем должен быть, вот, поэтому у меня в пакет тех средств, которые они будут использовать после процедуры, входит вот конкретно этот солнцезащитный крем, да. И те, кто вам скажет, что это не профессиональная косметика, поэтому нельзя ее использовать, ну, скажите так, тоже нельзя говорить, потому что на самом деле, если вы разбираетесь в ингредиентах, понимаете логику того, как работает ингредиент и тот или иной состав, то, пожалуйста, любая косметика, она может называться профессиональной, если, например, вы подходите к этому профессионально. Вот. Единственная разница между той косметикой, которая доступна косметологам и которая доступна вам, в том, что концентрация, конечно, разная, однозначно, да, то есть если кислоты, это высококонцентрированные, если это какие-то средства, то есть там должны быть определенные протоколы использования, ну, и, соответственно, вы ее просто на рынке не купите, то есть это тоже сеть, такая сеть среди косметологов, куда вы зашли, будучи косметологом, и только как косметолог вы можете, да, как партнер, купить эту косметику, вот, и работать потом на ней, вот. Атоми доступна всем. Итак, можно использовать эссенцию солнцезащитную, я помню, мы в чате в нашем бьюти-консультантов после курса как раз-таки сравнивали, вот, недавно, да, это, по-моему, было, вот этот вот солнцезащитный крем, эссенцию, да, и сравнивали знаменитый санкиллер, ну, мы, конечно, нашли достаточно большое количество плюсов в пользу Атоми Абсолют, вот. Санкиллер тоже хороший крем, но наш не уступает даже, и даже добавит еще антивозрастные компоненты, которые помогут нам бороться с преждевременным старением кожи, вот. И последнее, тот же самый, что и первый, только с тоном, да, я думаю, все это знают, но здесь, конечно, на любителя, кому что, кому с тоном, кому без тона, мне нравится без тона, вот. Это что касается солнцезащитных кремов, которые должны присутствовать даже осенью и зимой в вашем уходе и на вашей полочке, вот. Презентация моя подходит к концу. Если кому-то нужен этот материал, то есть, если вы хотите эту презентацию, исходный файл, да, сам, вы просто можете сделать доброе дело, подписаться на меня в Инстаграме, написать мне в Директе свой имейл, и я вам дам этот исходный файл, потом можете его, не знаю, облагородить, распечатать, и как листовки даже своим клиентам раздавать, если вы работаете как бьюти-консультант, да, с продукциатами, либо себе как памятку потом оставить и заглядывать сюда. Вообще, это очень помогает, потому что даже когда к вам приходят какие-либо новые партнеры, вот такие вот обычные схемы очень убеждают в пользу того, что нужно ухаживать за лицом. Ну, и, соответственно, вы уже имеете как бы готовый материал, где вы можете показать что-то, что можно использовать потом в дальнейшем, да, как ваш информационный продукт. А для тех, кто, конечно, хочет гораздо больше и лучше понимать то, что с ним происходит, с его кожей, да, научиться консультировать, консультировать не хуже меня, вот, можете приходить ко мне на курс. Я, конечно, не планировала вообще базу давать больше, да, то есть, но я поняла, что без базы я просто не смогу потом никого брать на продвинутый курс про ингредиенты, вот, он у меня сейчас до сих пор в разработке, я уже, по-моему, четыре месяца его готовлю, если не больше, потому что мне кажется все мало-мало-мало информации, но чем больше я добавляю, я все больше прихожу к выводу, что мы, по-моему, даже за месяц ее не освоим, вот. В общем, желающие попучиться, приходите, я вас научу консультировать даже лучше, чем я сама это делаю, вот. Итак, у кого-то есть, если еще оставить вопросы, задавайте, я вам обязательно дам ответ. А, вот, да, были вопросы. Блеск для губ дает раздражение, значит ли, что это аллергическая реакция? Ну, надо понимать, какое конкретно, да, дает оно раздражение, немножко это вот сложно, когда вот такой вопрос дают, потому что я не вижу сам характер высыпания на губах, какое раздражение вокруг губ, на самих губах, на самой слизистой, да, то есть, опять-таки, надо понимать локализацию, понимать вообще, что произошло, как часто вы использовали, как часто высыпало, зудело, не зудело, щепело, горело, то есть, здесь много очень факторов, которые нужно рассмотреть, и даже если к дерматологу вы обратитесь, и просто фотографии вы скинете, он вам задаст еще 10 тысяч вопросов, чтобы исключить те или иные заболевания, потому что это все так похоже, обычные дерматиты очень сильно бывают похожи на псориаз в том числе, и многие путают, вот, поэтому здесь уже, конечно, желательно, чтобы, ну, как бы, это не вопрос сегодняшнего вечера, да, была уже, вы либо подошли, показали, либо фотку скинули, показали, ну, либо это уже консультация, вот, так, подскажите, патчи накладывать на мешки под глазами утром или на ночь, спасибо, так, если вы накладываете их утром, делайте их слегка прохладными, тогда у вас снимутся отеки, и произойдет такая хорошая детоксикация, если вы делаете это ночью, можете накладывать патчи, ну, не ночью, а вечером, да, желательно за 2 часа до сна заканчивать свой привычный уход, иначе на утро у вас будут отеки под глазами, за место наоборот, да, вы хотели их снять, получили обратную реакцию, за 2 часа до сна можете во время маски для лица, если вы используете гидрогелевые либо тканевые маски, под маску нанести патч, и поувлажнять зону вокруг глаз, вот, если вы нанесете, опять-таки, теплую маску и теплые патчи, то это наоборот, в конкретно в осенне-зимний период придаст вашей коже расслабление, релакс, лимфа погоняется, вот, в общем, классно будет, при этом, если у кого еще есть такой роллер, можно массажными движениями пройтись идеально, а можно самим ручками помассировать, вот, а утром прохладные патчи можно носить, они вот реально помогают детоксы сделать и помогают отечность снять под глазами, такой лайфхак. Вам тоже большое спасибо, пришли на лекцию сегодня, я правда рада быть полезной и информативной, пишите, пишите мне, да, я люблю отвечать на вопросы, вам тоже спасибо, всем спасибо. Виолетта, кто не был на курсе, очень рекомендую, много нужной информации, правильно, рекомендуйте всем, я вот тоже считаю, что всем это даже хотя бы для себя нужно знать. Запись, скорее всего, будет. Все ли можно использовать беременным? Надо понимать, какой у вас срок, что у вас сейчас с лицом происходит, витамин С, ампула 1, да, можно, и 0, ампулу 0 точно можно, 0 и 1, это 100%, а вот с пептидами тут нужно будет поразмышлять, потому что надо будет посмотреть, что вообще, у вас в уходе есть уже, потому что, ну, чаще всего беременным ничего нельзя, кроме базы стандартного на увлажнение и витамина С, но еще не ацинамид мой. Вот, запись будет. Да, запись будет, запись стоит, завтра будет запись. Так, я сейчас в паузу ставлю. Продолжение следует...